Харьковские активисты приводят в действие еще не подписанный президентом Украины закон об осуждении коммунистического режима. Общественники взялись за переименование улиц Харькова. Руднив – это человек, который хотел создать Харьковскую, Кривородскую республику в свое время. И здесь поставили ему памятник. Я считаю, этот памятник оскорбляет сейчас нашу Украину. Этот памятник нам не нужен, как и эта площадь. Теперь площадь Руднива, правда, неофициально стала Майданом Небесной Сотни. Табличек пока нет. Старое название активисты заклеили наклейкой. Кто-то считал, что одна табличка будет стоить тысячу гривен, чтобы это сделать. Это просто невероятно. Сейчас идет война. Давайте сделаем налепки, просто залепим, официально это все изменим. Потому что закон уже почти подписан. И все. И потом, когда будет нагода, мы поменяем нормальные таблички. На постаменте от памятника Николаю Рудневу, который неизвестные снесли еще в начале апреля, активисты установили христианский крест. Харьковчане к такой общественной инициативе отнеслись по-разному. Одни против кардинальных изменений, а другие считают, что за ними будущее. Вот представьте себе, сейчас бы пришли вот такого возраста, как я, люди, и начали бы ломать этот крест, валить. Что было бы? Драка, война. Советского Союза нет. Он ушел в небытие. Мы развиваемся, мы идем вперед. Поэтому Советский Союз – это в прошлом. Из истории Советского Союза можно сделать выводы просто и идти вперед. Уже завтра активисты планируют переименовать проспект Ленина в проспект Соборности. Также не исключено, что несколько улиц Харькова будут носить имена граждан Грузии, которые погибли в зоне АТО. Елена Захаренкова, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».